Здравствуйте! В эфире новости. С вами в студии Ирина Баракина. И сегодня главная тема выпуска. Современная и уникальная. В Ивановских двориках открылась новая школа. Проблемы здравоохранения на контроле. Серпухов посетила депутат Государственной Думы Наталья Санина. По просьбам жителей в план ремонта вошли 26 дорог в городском округе. За новенькие парты сядут 615 учащихся. Сегодня в торжественной обстановке состоялось открытие новой школы в Ивановских двориках. Присутствовали на нем педагоги, ученики, их родители и почетные гости. Какие условия созданы в школе будущего, оценила Олеся Кенфеева. Вот символичный ключ от дверей школы. Глава муниципалитета передает его в руки директора. Актовый зал, как настоящий концертный, сегодня переполнен. Гимн 18-й средний подпевают все. Родители стараются запечатлеть этот исторический момент. Школа будущего распахнула свои двери. Дмитрий Жариков поздравляет присутствующих и отмечает, что это только начало больших перемен в сфере образования. Мы откроем еще одну школу на 600 мест в Большевике. Мы приступаем к строительству трех пристроек существующим школам в нашем городе. В мае-июне мы выйдем, я надеюсь, на строительство еще одной школы в микро-нивановской дворике на 825 мест. Здесь же на сцене актового зала подписали и договор социального партнерства с ООО «Урса». Это значит, что компания будет оказывать учебному заведению всяческую помощь. Играет музыка, а вот звонок на урок пока молчит. Сегодня в школе день неучебный. Ребята знакомятся друг с другом, заглядывают в кабинеты и удивляются, насколько все красиво и комфортно. Но уже в понедельник они начнут здесь учиться. Кстати, в новой школе особое внимание будет уделяться лингвистическому и медицинскому профилям обучения. Преподавание нескольких предметов и вовсе будет вестись на иностранном языке. Актовый зал очень красивый, оборудование сверху, то есть звук, свет. Необычно для школы. Не в каждой школе такое встретишь, если вообще не встретишь. Кабинеты труда очень оснащены всякими станками различными, в которых действительно можно поработать и научиться чему-то. Это спортзал. Очень прекрасно вообще. Там есть просто все, что угодно твоей душе, чтобы заняться спортом. Разделено здание на блок начальной школы, оборудованный игровыми и спальнями, и блок старших классов. В каждом кабинете своя цветовая гамма. Современное оборудование, интерактивные доски, мини-лаборатории для занятий физикой, химии и биологией. Экскурсия по школе может занять не один час, отмечают гости. А побывали они в мастерских, библиотеке с книгохранилищем, медиатекой, столовой, в большом и малом спортзале. Всё отвечает современным требованиям безопасности. Проект «Самбо в школе» в нашей школе, он впервые в Московской области. Это пилотный проект. Мы считаем, что в нашей школе должны воспитываться не только великие учёные, но и великие спортсмены. Поэтому у нас будет два урока физкультуры и один урок «Самбо». Школа обеспечила и доступную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пандусы, специальные туалеты, два лифта. Как вам новая школа? Нравится, мама. Всё нравится? Да. Нравится не только детям, но и родителям. Дети просто сейчас все ходят, смотрят в таком восторге неописуемом. Ну а естественно, все родители, да, мы рады за своих детей. Очень много интерактивных каких-то, да, технических приложений, оснащения классов. Ну, можно много всё перечислять. Рассчитано на 615 мест, преподавать будут 35 педагогов. Образовательное учреждение в микрорайоне Ивановские дворики было построено в соответствии с указом президента России по поручению губернатора Подмосковья на средства, выделенные из регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость с учётом оборудования составила свыше 640 миллионов рублей. Строительство новой школы было обусловлено динамикой развития микрорайона и позволило сократить численность обучающихся во вторую смену в городском округе с 14% до 9%. 1 марта глава городского округа Дмитрий Жариков проведёт встречу с жителями деревень и сёл, входящих в территориальный отдел Донковский. Мероприятие пройдёт в Доме культуры села Турово. Начало встречи в 17 часов. С официальным визитом Серпухов посетила депутат Государственной Думы Наталья Санина. Председатель общественного партийного проекта «Здоровое будущее» осмотрел инфекционную больницу и пообщалась с врачами. В ходе визита также состоялась встреча с главой муниципалитета Дмитрием Жариковым. Мы проведём круглый стол с представителями общественности. О главных проблемах и возможностях решения депутат Госдумы Наталья Санина общается с врачами Серпуховской инфекционной больницы. Одна из главных причин визита – ошибка медперсонала, которая произошла недавно в лечебном учреждении. Мама ребёнка получила просроченный препарат. В ходе беседы медики ещё раз подтверждают информацию. Отделение медикаментами обеспечено. В тот же день пациентка получила лекарство с надлежащим сроком годности. Тем не менее, Наталья Санина ещё раз лично принесла извинения женщине и пообещала курировать ситуацию. Я знаю, что любой родитель сейчас, наверное, думает, что если со мной такое случилось, а не повторится ли это и не повторится это с детьми другими. Вот могу сказать точно, что не повторится. Потому что весь разбор, который был проведён в стенах Центральной районной больницы, и здесь позволяет говорить, что здесь нет препаратов с просроченным сроком годности. В ходе визита главный терапевт Подмосковья проверяет больницу. Начинает палат, заканчивая специальным боксом, где хранятся препараты. Всё соответствует нормам. Нарушений нет. После экскурсии по лечебному учреждению встреча с главой городского округа. Дмитрий Жариков рассказывает о работе, которая ведётся в муниципалитете в сфере здравоохранения. Мы с этого года ввели одну из форм поддержки. Это выплата 100 тысяч подъёмных денег для тех, кто готов работать в городском округе Сирокуха. Мы предоставляем служебное жильё. 28 квартир у нас предоставлено медикам за три года. Я считаю, что это может быть не всё, что возможно. Мы эту работу также будем продолжать. За круглым столом в администрации городского округа врачи, руководители муниципальных учреждений здравоохранения и общественники. С Натальей Саниной обсуждают самые важные темы для жителей. От обеспечения лекарствами до строительства в муниципалитете, новых больниц и поликлиник. Все вопросы депутат Госдумы взяла на личный контроль. Нужно сделать многое для того, чтобы были помещения, в которых обслуживают пациентов и здоровых людей. Нужно, чтобы правильно проходила диспансеризация эта задача, и с задачей проходила она качественно. И все эти задачи, конечно, контролируются Минздравом Московской области. Люди здесь есть, потенциал здесь огромный. Понимание здесь есть. И очень хочется, чтобы все-таки этот округ стал одним из лучших в Московской области. После встречи Наталья Санина уже в неформальной обстановке пообщалась с медиками и рассказала о планах в сфере здравоохранения в Московской области. О гастрономическом бренде Серпахова говорили в администрации городского округа на совместном совещании с рестораторами и ательерами. Предприниматели сошлись в едином мнении. Продукт должен быть максимально узнаваем, иметь единую форму и общий вид. Здесь должен вот этот символ быть в комплексе. Понимаете, концерт очень важен. На предприятии Серпахов хлеб восстановили рецептуру серпца. Рогалика в форме подковы. Городские точки питания в дальнейшем будут заказывать его для реализации. Сувенирный вариант бренда, который туристы смогут привезти из Серпахова в качестве презента друзьям и родным, еще предстоит разработать. Обсудили на совещании единый фирменный стиль масленичной недели, созданный для Подмосковья. Он будет применяться для оформления торговых павильонов, фотозон, афиш. 26 дорог, 11 из них на территории бывших сельских поселений будут приведены в порядок в текущем году. Программа ремонта формировалась на основании заявок МОЗ Автодора, муниципальных образований и результатов голосования жителей на портале Добродел. Больше всего голосов было отдано за улицу Весеннюю. Проехать по улице Весенней от Горького до 8-й медсанчасти сегодня непросто. Этот участок дороги для проезда машин не приспособлен. Однако самые отчаянные водители все же рискуют. Очень много голосов за Весеннюю улицу. Это одна из основных, мы считаем, тоже, и жители так считают, одна из основных, наверное, артерий в городе, которую сейчас, если мы все-таки проведем этот ремонт, она соединит две половины практически города у нас. Сейчас она, ну, ее не существует практически, этой дороги. Там есть один участок, который мы второй год планируем, и в этом году все-таки, я думаю, мы его добьемся и сделаем. Проект строительства этого участка дороги по улице Весенней пришлось доработать из-за обнаруженных здесь коммуникаций. Воссоединение автомобильной артерии города позволит уменьшить транспортную нагрузку на соседние улицы, Подольскую и Российскую, и сократить путь от вокзала к основной развязке дорог поселку Большевики Протвино. Неплохо было бы, если бы дорогу сделали. Напрямую, да? Оттуда сюда, да? Да, напрямую. Поменяет свой облик в этом году еще 15 городских дорог. В их числе улицы Целиная, Большая Катаниная, Лучевая, Новая, Боровая, Красноармейская. На их ремонт из Дорожного фонда Московской области выделено 105 миллионов рублей. Из них 10 дорог мы предполагаем перевести из грунта в асфальт и 5 дорог отремонтировать полностью. Также 15,5 миллионов рублей у нас планируется на 6 территориальных поселений. Ремонт предполагается семи автомобильных дорог. Оболенск, поселок городского типа, на который выделено 24,5 миллиона рублей, там запланирован капитальный ремонт четырех дорог. В Оболенске, как оказалось, проживают самые активные люди. Жители поселка чаще всего обращались на портал Добродел. Поэтому здесь в этом году отремонтируют четыре дороги. Одна из них от Оболенска к очистным в деревню Мокрая. Видите, разбитая дорога и ведет она к ливневым сооружениям здесь, которые тоже нужно обслуживать. Так что дорога эта обязательно нужна не только дачникам, но и просто отдыхающим Оболенска и, еще раз говорю, к ливневым сооружениям. У нас дача с 93-го года. И представляете, вот сколько запчастей ушло, чтобы отремонтировать эту машину. Как мы выиграли? Выиграли. Вы писали на Добродел? Да, писала. Ваша дорога вошла в программу. Спасибо. Местные жители и москвичи, у которых здесь дачи, добились включения 1200 метров дороги в государственную программу софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Значительная часть средств на реконструкцию разрушенной инфраструктуры пойдет из бюджета Москвы. Благодаря государственной программе в этом году дорожные страдания закончатся также для жителей сел Паникова, Волкова, Росеменовского, Щеболова, Рыблова, Рыжиково, поселков Большевик и Пролетарский. Самые убитые трассы здесь придут в порядок. Столь масштабных дорожных работ на территории бывшего Серпуховского района еще не проводили. Ремонт дорог в городском округе начнут в мае после наступления благоприятных погодных условий. Контроль за качеством работ будет строгим. Серпуховичи стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Борьба была напряженной. 24 матча за три дня. Команда клуба «Звезда» Серпухов заняла третье место. Наш защитник Владислав Тишин вошел в топ-3 лучших игроков турнира. Спортсменам вручили кубки, памятные подарки и почетные грамоты. Детская музыкальная школа номер 3 продолжает набор в группу раннего эстетического развития. Для детей проводятся музыкальные занятия, развитие речи, ритмика, иностранные языки. Телефон для справок 72-64-18. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте. На официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий. Не переключайтесь. Запись по телефону 75-72-45. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok